Покормить уток, отдохнуть и насладиться природой. На эти озера приходят сотни жителей Новосавиновского района. Редко в городе встретишь такой оазис. О том, что озера якобы исчезли с будущего генплана столицы, здесь не слышали. Но в случае чего готовы выйти на защиту водоемов, как это было с озером Харавая. Я против, потому что здесь и с детьми гуляем, и с детьми показываешь, и утки прилетели, и чайки прилетели. Естественно, мы были бы против, если эти озера засыпят или еще что-то, здесь дом построят. Ну вот, если началась какая-то общественная компания в пользу собирать подписи, я не против, подпишусь. Озера имеют полуискусственное происхождение. Это бывшие котлованы торфоразработок, которые постепенно заполнились водой. Так и оставили, жителям полюбились. У нас была инвентаризация в 2007 году, мы делали на них экологические паспорта. Озера называются Озеро Большое Чайково и Озеро Малое Чайково. Оба они благоустроены, вокруг них скверы, поэтому попадание этих водных объектов под застройку вызывает удивление. Местные жители решили начать с себя. Инициативная группа из 20 неравнодушных взялась за благоустройство Озеро Большое Чайково самостоятельно. Привлекают друзей и соседей, собирают средства. Уже закупили детскую площадку. На очереди урны, скворечники и даже фонтан. Люди откликаются, ну, в пределах каких-то небольших сумм. Но поскольку здесь очень много жителей, и проект очень социально обоснован, и детки есть у всех. И все, конечно, заинтересованы в том, чтобы здесь было красиво. Найти активистов можно в соцсетях. Свой проект они, кстати, согласовали с администрацией города. И об отсутствии озер в новом генплане в мэрии высказались как о недоразумении. С целью сохранения природного многообразия и комфортной среды в составе проекта генплана Казани предусмотрена схема природно-рекреационного комплекса городского округа. Согласно схеме, территории с озерами по улице маршала Чуйкова сохраняются. По словам городских властей, за сохранность озер беспокоиться не стоит. А вот о чистоте позаботятся активисты, выйдя на субботник, 5 мая. Куда, кстати, очень ждут всех желающих. Лена Зинатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова